Сейчас я отчитаюсь перед теми, кто задонатил меня на лечение, на весеннее обострение, на лекарства. Тиролюжен. Тиролюжен на ленте. Это нейролептик, который я принимаю. Это антидепрессант. Блоксетин. Строго по рецепту. Это от тревоги, в общем, тронфризатор, который, к нему развивается резистентность. Лучше его редко принимать, очень. Еще у меня здесь три рецепта. Тиролюжен. Осталось еще. Который я не использовал. Точнее, что-то их здесь уже два. Нет, вот третий. Вот на флоксетин. Здесь мне написали, что мне еще 80 таблеток хватит купить. Флоксетин я буду только зарубежных пока что брать. У меня и осталось и российского производства. Тебе, что делает. Да, это непонятный. Это прямой выбор. Да. Это прямой выбор. Это прямой выбор. Сейчас... Почти три часа. Почти три часа. Почти три часа. Вот, всё записывает. Я благодарен каждому, кто задонатил на лекарства. Я выпил одну таблетку флоксетина сейчас, потому что более ранее, утром, я выпил две, так как сказал врач, делать спирт 9-5 мг, он каждый раз дорожает. Я не знаю, там можно одну или две пить, у меня сейчас голова заболела, у меня с детства она была болит, но достаточно одной таблетки. И вот это 1 мг строго по рецепту, там уже не одна печать, а две печати требуют. Хранится это лекарство в сейфе, в аптеках, в каждом дворе, только в крупных миллионах городах оно продается, и то ограничено очень. И они занимаются тем, что снижают качество, снижают качество и завышают цену постоянно, на 200 рублей завысили. Просто, видимо, фирмы, не знаю, я не разбираюсь в этих делах капиталистических. Короче, они реально ухудшили качество, что вообще и то предыдущее было пародии на Xanax американский, который оригиналом является, который сто крат, наверное, наверное, как я слышал, лучше. Это просто чай, я развел чай с лимоном, ну, в банке. Ну, это да, смешно, что в банке чай, в пакетике, в пакетик чая, черный чай, с лимоном, сахар. Можно, в принципе, с чаем запить, сахар мало добавил. Вот, беру. Она настолько маленькая. Ну, по крайней мере, плюс здесь, что ее можно разделить на две части, в отличие от предыдущих. Предыдущие производители... Ну, у нас как бы единственный производитель, очень ограниченный. Там раньше нельзя было ее разделить на две части, вообще, то есть на 0,5 миллиграмма, сейчас хоть можно. Но качество ужасное, и, по-моему, это вообще уже не транквилизатор, а какая-то, не знаю... По-моему, это уже просто превращается, я не знаю, куда еще хуже качество ухудшать. Я не говорю, что оно должно счастье приносить. Ни один, ни один вообще препарат, который выписывает врач, он не приносит счастья. Он приносит облегчение тревоги. Вот эти все лекарства в комплексе, если вы почитаете, они для облегчения тревоги. И сейчас я буду рисовать сразу, как-то... Совершу вот у меня старые рисунки. Хорошее время было. Ах, сейчас пойму. Таким образом я принял три таблетки, работающие в комплексе, которые назначил врач. Самый главный из которых – это нейролептика. Антидепрессант – это второстепенное, он считает. Ну, или, по крайней мере, я так понял, как он считает. А вот этот вот транк – это вообще он считает, что только в крайних случаях, чтобы уснуть, например. Например, у меня клуб за окном, который не дает спать. Чтобы уснуть, я не знаю, это нужно кем быть. А беруши не изобрели нормальных. Они мешают в ушах, выпадают постоянно. Простите, что я потратил деньги. Ну, я потратил деньги, действительно, на то, что врач выписал. И в основном дорогое оказалось это вот. Сейчас я чувствую уже более такое. Наверное, ничего не почувствую. Просто. Ты просто чувствуешь, знаешь. Вообще, я думаю, вам не важно, что я чувствую, когда принимаю эти таблетки или когда не принимаю. Вот, например, сейчас я выложу видео два, вот сейчас прям, сейчас покажу. Покажу вам свои рисунки. Вчера же не рано утром. Только проснулся, ничего я не успел. Только нарисовалось в воображении. Фломастером, что у меня фломастер только есть. Вот у меня акварель еще появилась. Я, смотрите, стал ее добавлять. Это старый, перед поездкой. Монастырь огня. Это ферма лабарта. Вот я стал добавлять пальцем, вот так вот разводить этот акварель. Но все равно не получается. Потому что это слишком интенсивный синий цвет. Вот, это вот рисунок, первый рисунок после моего возвращения. Две мерницы, две башни. Хоринис. С токсеном. Надеюсь, вам понравился. Люди работают. У меня не было никаких таблеток, ни лекарств. И вот, когда я вот это вот выложил, видео вот это вот сейчас. Вот это вот первая часть записана утром совершенно трезвым. Короче, сейчас кассажирковое число. 25 марта 2020 выложено будет сейчас. Второе видео. Абсолютно трезвый. Никаких ни лекарств, ничего не принимал. Я только вот это утром. Вообще, только я пришел домой. Записано. Вы можете не поверить, но это абсолютно без каких-либо лекарств. То есть, ничего вообще нет. Абсолютно трезвый. У меня никакого алкоголя, ничего. Ни глейзер, ничто. Я вот такие вот видео записывал. Думаю, они только оттолкнут многих. Ну, точнее, любого оттолкнут и опозорят меня на всю жизнь. Зачем я это делаю, не знаю. Потому что я больной. Еще смею деньги просить. Даже что-то там пытаюсь оправдываться. Я, Александр Леонин, Тихон Мышкин, я ничтожество. Сходите, посмотрите, но учтите, что это полностью трезвый. Скорее всего, вы бы сказали, лучше бы ты пьяный таким был. А пьяный я, наоборот, становлюсь грустным. И если еще больше выпить, то я становлюсь вообще просто плачу, рыдаю. Вплоть до того, что было, ходил по городу и на весь город рыдал. И слезы, и просто все лились. Одежда промокла в верхние от слез. Все лицо в слезах. Вообще, слезы лились, и я бесконечно и рыдал. Просто бесконечно задыхался, рыдал. Просил прощения у своей девушки. Хотя она меня еще не бросила тогда. Просил вообще у всех прощения, кого я мог обидеть хоть чем-то. Вообще, у мира, у вселенной, просил прощения. Просто вот ходил и рыдал. Ко мне подходили даже ребята там, ну, гоповатые. Спрашивали, что плачешь, что случилось. Подумали, может, избил кто. Ну, там пошутили надо мной немного. Ну, нормальная шутка такая. Хотя я воспринял это. Я сказал, а почему обычные пейзажи? Даже там друзей нашел двух, но один из них не захотел со мной дружить. И второй тоже потом. Короче, нет друзей здесь. Вот ты подумай. Я понимаю, что вы работаете. Кто, кто, кем. Я уважаю профессии, которые приносят пользу обществу. Профессии такие, как рабочий, как дворник. Я вот пытался дворником устроиться. У меня даже записано видео. Простите, что я такой паразит. Я не работаю. Донат. Спасибо за донат. Спасибо. Сейчас, если... У меня здесь просто стрим. Я стримлю. Сейчас буду стримить. Рисование. У меня нету фотоаппарата. Кто я такой, чтобы попросить на фотоаппарат? Кстати, вот он. Жаль, что он не работает. Так бы я снимал на него нормальные видео. Вот он. Вот скрипка. Вот шапка моя. Убогое. Сам рисовал. Вот мое место, где я рисовал раньше. Теперь я не рисую, потому что нет, нормально. А вот смотрите, вот эта бутылка. Вот смотрите, она полностью закрыта, закупорена. То есть, видно, что я ее не открывал. Я даже не пил ничего. Невозможно. Она закрыта абсолютно. Разве это не доказательство того, что я ничего не пил вообще? Я вот только то, что пью, я честно вам признаюсь, показал. Вот чай. Ну, показать даже марку чая. Хотя, на самом деле, кстати, от этого Ксана и от Алпразолама, ну, который сейчас уже не Алпразолама, хрен знает что. Не советую даже покупать. Сейчас уже не будет этого ничего. Уже ничего не чувствуешь. Но я чувствовал грусть просто. И смотрел на людей. И чувствовал такую, знаешь, вот, просто грусть спокойную. И усталость такую. Как будто бы, знаешь, вот ты... Как будто бы ты получил диагноз рак. И ты знаешь, что ты скоро умрешь. Или через день умрешь. И ты просто идешь. И у тебя никаких... Ты просто идешь и грустно смотришь на людей. На дома вокруг. На все вокруг. Ты не смотришь себе под ноги там. Или не служишь. Ну, или... Не ведешь себя как-то... Ну, как бы, не знаю. Может, я неправильно объяснил. Вот. Чай, гита. Ну, короче, это, можно сказать, дешевый чай. Самый примитивный. У меня осталось здесь денег. Только 550 рублей. Я их не трачу ни на что. Потачиваю только на... На лекарства. Вот. Спасибо за донатившим. Я бы... Я... Я сейчас покажу скриншот задонативших. Прочи, у меня вчера один невероятный человек просто задонатил. Щас. Зайду на свои страницы, если успею... А, нет, уже не успею.